доброе утро дорогие друзья сегодня 13 марта время почти без 15 9 утра и я собираюсь с маруськой к врачу к врачу на операцию на стерилизацию опять у меня была бессонная ночь кричала на криком не своим голосом мне кажется даже и на час не прекращала вся измоталась кошка измоталась я вторую ночь уже не сплю на сейчас просит у меня кушать но кушать нельзя перед операцией нельзя кушать 6 часов до услышали слово кушать все бегут как же они все полы понимают слова кушать я вас уже кормила сегодня закрыла маруську с утра в ванной комнате вот и остальных покормила ну как-то надо было мне остальных кормить пришлось ее закрывать вот она и прячется и залезает и место себе не находит в общем друзья вот такие дела приготовила я переноску постелила там коврик может быть тепло моих рук поможет коврик из трикотажной пряжи что маруся не могу я тебя как покормить девочка моя не могу я знаю ты хочешь кушать нельзя вчера после видео после вчерашнего видео я сразу дозвонилась в клинику я так поняла надя наша вышла уже из декрета вот и теперь уже клиника работает в нормальном режиме то она как-то работала только вечером ну понятно маленький ребенок все понятно сейчас уже вчера я позвонила это было где-то 12 дня вчера воскресенье было она говорит я сегодня работаю дом 3 хотите приезжайте я так была удивлена ну а во первых приезжайте маруська то кушала уже мои кузьма орет тут вообще вот и дождь вчера такой на улице был общем и говорю нет сегодня я уже не поеду давайте на завтра ну вот кое-как ночь перекантовались с марусей она кричит даже монка уже на нее внимание никакого не обращает вчера я прям жалко не засняла как он ее вылизывал как он ее жалел это вообще нужно было видеть ну а потом она всем уже надоело и уже даже монка на нее монка спрятался убежал куда-то забился вот сейчас там они собрались какие-то лазают эти непонятные букашки что заползла куда-то букашка да непонятно я даже не знаю что это такое и они когда их увидят прямо с ума сходят вот куда-то залезла монка пытается ее словить что марусечка что моя сладкая что моя сладкая девочка плохо да в общем все к ней подходят и пусть а подходит нюхает когда она кричит и кузьма подходит девочка моя сладкая моя видимо заползла куда-то куда-то это букашка тут меня мое вязание что там где ищи ищи убежала ох вот сегодня у нас хороший денек друзья сегодня посмотрите какое солнышко и снежок ой какой красивый снежок идет сказочный смотрите какая красота собачка там чья-то бегает в общем я не знаю видно вам сейчас вот небо затянуло небо было голубое голубое с утра и солнышко так проглядывает и вот такой сказочный пушистый снежок идет лёшик звонил говорит в москве тоже и снег и дождь в общем зима пока не хочет сдавать свои права ну а я сейчас вызову такси ох какая метель то там началась друзья посмотрите и снег и солнце да какие снежинки пушистые пушистые прям красота сейчас вызову такси и поедем все таки как друзья у нас удобно 70 рублей такси в любой конец города сейчас посажу морозьку в переноску и поедем и назад опять на такси так что очень очень удобно я так и не увидела вот уже год прошел как я здесь живу и я так и не увидела общественного транспорта может быть он и ходит автобусы остановки то есть и народ говорит он ходит но я так и ни разу не увидела автобусов как-то один раз видел автобус дети видимо в школу хотя у нас городе тоже есть школа может быть в какие-то другие школы возит а так настолько у нас компактный городок что вот такси и больше ничего не надо тем более за такую цену сейчас в москве поездка в метро стоит по моему 60 рублей лёша говорил вот так подорожала так что вполне себе хорошо сейчас вот вызову это редко когда непогода там дождь сильный или гололед там минут 15 ждешь это такси а так вообще все очень быстро да моя сладкая да да моя красавица отмучаешься сейчас поедем сейчас моя хорошая а так две минуты и такси приедет вот сейчас дождусь еще десять минуточек ехать пять минут буквально в 9 откроется клиника очень хорошая у нас клиника может быть я вам еще поснимаю в ней как-то уже был ролик когда я возила на стерилизацию маньку я снимала вам там вот шикарная клиника очень хорошая доктор надя спросила у нее говорю надя это надо бандаж или как называется помпона папона не знаю ну в общем короче после операции одеваются кошки она горит нет ничего не надо у меня если что все есть и здесь друзья лапароскопия представляете лапароскопия это не удаление матки там намного все проще в москве в москве мы пусть и делали и еще я знала что такое есть но в редких клиниках была эта процедура лапароскопия в основном удаляли просто матку вот и когда я спросила как будет здесь надо говорит здесь все очень просто привозите сидите здесь ждете не так как в москве привозим а там вечером только забираем животное а здесь буквально 20 минут и вы забираете ее она еще будет спать а вот и все будет хорошо как же им хочется вот они до сих пор орут им надо на этот чердак заметили вы я отсюда даже с него зеркало поставила его пока временно вот сюда хотя не говорит мама но и здесь хорошо смотрится сейчас покажусь немножко а то давно к вам не выходило лицом ну хотя бы так вот знаете почему прыгали на это зеркало здесь же вот во первых джут она уже висела на гвоздике вот так им надо на чердак и они прыгали я боялась что они его завалят разобьется пришлось короче снять зеркало потому что очень им хочется попасть на чердак что такое горло першит и шпулька как будто чувствуют что мамочки плохо она перестала к ней подходить перестала ее сосать а может быть и молоко там пропало в связи с новой течка или как это назвать потребностью до что монет и на ручки хочешь на ручки хочешь он так интересно ему вот так руки выставляешь он лапки ставит на тебя залезть нет на чердак не пойдете друзья хватит ты чуть не умер кузьма наелся сено потом рыгал все одеваюсь и буду вызывать такси да друзья по поводу капелек вы вчера мне там писали что мы свои свои кошки даем капельки когда у нее вот эти дела начинаются друзья капельки небезок опасны капельки эти вызывают онкологию ими конечно можно пользоваться но очень очень редко и на мой взгляд стерилизация это самое безобидное то что можно сделать для своей кошечки один раз она это перенесет и на этом все будете вы спокойны и окошко тоже будет спокойно так что конечно решайте сами но стерилизация я считаю это наверное один из лучших способов как и избавить кошку от мучений если вы не хотите больше котят что жалуешься что жалуешься кушать хочется я знаю ну потерпи немножко очень друзья я переживаю на самом деле надеюсь что все пройдет замечательно конечно же вам расскажу покажу ну что ты трешься что ты трешься моя девочка вот 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 начинается вот видите вот вот такие у нас дела она уже поняла что от монки толку мало уже не допускать типа себе да да вот так вот так вот мы научимся до бедная кошка видите что происходит что маруся сейчас сейчас поедем сейчас я помогу тебе моя хорошая сейчас подходит просит помощи да и сладкий да сейчас поедем что мы не жалко марусь куда ну ничего кстати кастрировала я молку ровно вот год назад двенадцатого марта представляете какое совпадение сегодня 13 марта мучается кошка мучается да вот так вот мы ну хотя бы так скажи хоть какие-то чувства да хоть какие-то движения хоть потискаю тебя до моника все вызывают такси друзья лижешь ее домой к жалеешь вот так вот всю ночь она все ночью то корюшит вот что делает природа позвонила в такси сказали будет через три минуты но чё-то чё-то задерживается а вон вон уже вижу едет вот все четко все друзья пожелайте нам удачи марусь ты не выберешься все мы мы поехали ну что друзья отдавая марусь q сижу плачу не знаю почему 10 минут всего длится операция лапроскопия вот слышу машинка работает наверное бреют пузико смотрите какая у нас здесь шикарная клиника чисто нужно раздеться даже буллер стоит держу кулачки смотрите как красиво украшены стены очень хороший доктор друзья надя вот смотрите какая красота снегири цветочки как настоящие и вот такой аквариум рыбки плавают да очень хорошая идея поставить аквариум чтобы хозяева успокаивались глядя на рыбок ой переживаю да хочу сказать что это даже лучше чем в москве и дешевле 2000 стоит эта операция так что быстро и недорого вот и состоят рядом туалет туалетная комната нужно сходить смотрите какая чистота красота все друзья действительно 10 минут потом вам покажу визитку вот так выглядит ветвь центр октябрьская улица 11 внутри я вам уже показала смотрите какое голубое небо у нас сегодня солнышко красота это мишки такие красивые ой такие резные наличники вот в этом доме сейчас максимально приближу вызвала такси я жду маруська она спит надя сказала два часа не кормить через десять минут она начнет просыпаться так что слава богу все прошло хорошо вот дождусь такси и едем домой люди идут уже три человека после меня еще там ждут еще там ждут окольчики делают на прививки приходят о это такси звонит храма блестят на солнышке очень хороший денек сегодня друзья прям классно отзвонилась такси через три минуты приедет лада гранта я вышла маруська там в тепле сидит в переноске а я вышла вот ну во первых такси встретить чтобы ее здесь на холоде не держать оставила там за дверью здесь вот звоночек у нади хирургия терапия вакцинация вот кстати я вам показываю телефон если кто местные не знают очень рекомендую эту клинику а там вон кошачьи свадьбы видите вот и кошечка на солнышке греются вот ну я считаю что лучше один раз кошечка отмучается и все на этом все ох ну какой же красивый вот этот домик посмотрите друзья я а вот и моя такси мое такси да 901 все пошла я немножко вам поснимаю проедемся по весеннему чплэгину вот наша новая больница здесь детская поликлиника и женская консультация построили вот такой наш городок 3 минуты и я дома ну что друзья мы дома марусь начинает там жевать здесь вот дочечка переживает за нее запах то больницы сейчас очень удобно это еще одна что держит вот она маруська девочка моя маленькая моя приходи в себя приходи начинает от солнышка чтоб тебе в глазки не светило сказала надя видите все побрили лапроскопия никакого шва ничего нет не знаю как это делается вот она чихать начинает вот моя девочка все позади сейчас очнешься ты моя маленькая моя хорошая моя вот сказала Надя про что ж такое свет солнце прям вот здесь в тенечке говорю скоро к вам шпульку дочку ее привезу револитанда дождаться первой течки она говорит да не обязательно можете привозить я говорю ну сейчас мамочка немножко пусть поправится заживет там и это Монька пришел потом ее повезу говорит это она ее сосала это плохая привычка вот как дети пустышку сосут вот так и наша шпулька молока говорит там не было а я то думала думаю пусть сосет до последнего она говорит нет это просто рефлекс такой плохая привычка ой господи боже мой приходи Марусечка в себя приходи ну вот мы уже глазки открыли да моя девочка моя сладкая не дала еще конечно будет пьяная ходить но уже хотя бы глазки открыла да моя сладкая да полежи пока Марусь полежи 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 моя девочка полежи моя красавица да маленькая все дома мы видишь как ты не поняла ничего полежи полежи Марусечка полежи моя маленькая сейчас будет пьяная ходить надо ее на пол поставить а то чтоб не упала с кровати что Маруся знакомое место да ну еще не может еще еще пьяная ну вошла в себя она быстро хочу сказать я вспоминаю нашу пусю это было вообще ой 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 полежи Маруся полежи я тебе специально на коврик сюда мягкая полежи моя девочка полежи там шпулька пришла не поймет что с мамкой такое да что с мамой пытается встать но не может к девочке своей ой Марусечка полежи пока полежи не надо никуда идти два часа сказала Надя не кормить вот ой ой Маруся ну не надо о боже мой полежи немножко сейчас это пройдет часочек хотя бы ну вот что ж тебе рвется куда-то идти полежи надо ее на руки взять да поносить на руках сейчас поношу ее чтоб ее не тянула куда-нибудь пойти часок с ней похожу что мой запах больницы никакой попоны никаких снятий швов никакой обработки швов красота кузьма тебе тоже интересно пришли на ручку все жалеть ничего все будет хорошо вот она лежит зеленку лизнула язык зеленый вот не надо там лизать Маруся это она запах другой убирает посторонний запах старается убрать все Маруся отмучилась ой я вспоминаю в Москве мы стерилизовали бусю как она долго в себя приходила как ее морозило я десять дней с ней спала Лешик спал в другой комнате даже а я с грелками с бутылками очень плохо перенесла а здесь будет все хорошо так что он друзья если стерилизовать то это только лапроскопия все все мое маленькое уже и умывается да уже я вижу глаза у нее такие ясные понимающие да Маруська все отмучилась такой хороший денек я с ней ходила какое-то время ну минут десять на руках не сидит она рвется вижу что уже лучше уже проходит отходит укол думаю ну ладно поставлю на пол им сейчас нужно быть в тепле я ее носила на руках она так это тоже дрожала немножко ну их морозит после этих уколов тепло должно быть ну у нас ванна теплый пол если что пойдет туда там хорошо ляжет прям на пол и согреется да и солнце сегодня хорошо печет дом прогревается даже от солнца я всегда в такие дни даже газ убавляю меньше делаю от солнца дом хорошо нагревается ну вот мы уже и кушаем но еще шатаемся еще шатаемся не могу пузьку найти пузька наверное как увидела переноску так и спряталась куда-то наверное в диван залезла в прихожей кушай кушай моя девочка набирайся сил вон тебе разносолы какие да и подушечки тебе дала дримсики ну там эти смотрят монка разлегся так что все хорошо друзья все просто замечательно письмо пришел что проголодались я корм убирала же пока маруся дома была да кушайте кушайте кушать кушайте пришла на солнышко села для маня переживаешь за мару сюда твоя маруся а я с утра еще ничего не ела грецкий орех жил до чайничек поставила видите как на солнышко пришла легла чувствует что ей нужно тепло вот молодец полежи на солнышке полежи на русичка полежим ее красавица немножко покушала шпулька сидит смотрит за мамочка да такое с мамочкой так что школе и с тобой скоро пойдем надя сказала в месяцах 8 уже можно стерилизовать вот и потягусь отдыхаем хорошо что вчера я не поехала вчера дочь был сыра и вы знаете и вроде то плюсовая температура но сырость и сильный ветер и в доме я даже газа вчера добавила возьма что ты кричишь сегодня вот хорошо марочка на солнышке греется все снова наша красавица перетащила я сюда лежак с ванной комнаты все хорошо друзья я успокоилась спасибо нади всем рекомендую эту клинику все очень очень хорошо ну и пока пока